Мы можем, конечно, остановить мгновение, сделав мгновенный снимок какой-то части материи, но это будет именно снятие, то есть отрицание с удержанием. Это будет правильность, но это будет именно снятие, то есть отрицание с удержанием. Это будет правильность, но не истина. Хороший фотограф ищет такое выражение у человека, которое выражает его сущность. Плохой просто делает снимки того, что было. Он не учитывает, что моменты равенства с собой и неравенства с собой есть во всем, и надо их уметь отличать. На этом тему изменяющегося социального нечта мы можем считать законченной, потому что все, что мы будем дальше рассматривать, в себе содержит изменяющееся нечто. Точно так же, как все содержит в себе становление. Хотя следующая тема, которую мы будем рассматривать, называется социальное развитие. Заранее можно сказать, что развитие – это изменение. Но не всякое изменение – развитие. Мы будем заниматься некоторой разновидностью изменения. То есть мы не бросим изменения, ссылаясь на то, что развитие есть нечто более высокое, чем просто изменение. Но поскольку это более высокое стоит на более простом, оно и более высокое. Изменение идет за становление. А из всех изменений мы выбираем то, что является развитием. Всякое ли изменение можно считать развитием? Нет. Давайте начнем с отрицания. Какое изменение нельзя считать развитием? Деградацию можно считать развитием. Например, наркоманы явно деградируют. Причем быстро. С одной стороны, наркоман не может без наркотиков жить. Но деградируют при этом так, что ради того, чтобы добыть наркотик, он готов пойти сначала на воровство, а потом и на убийство. Лишая других жизни и быстро теряя свою. То есть наркоман находится в процессе изменения. Был хороший человек, стал никто и умер. Он есть и в себе бытие, и бытие для иного. И все, что относится к изменению вообще, применимо к падению человека, который стал наркоманом. Но сам ли он стал наркоманом? Или наркомания есть одно из выражений и проявлений буржуазного характера общества. Человек же не рождается наркоманом. К наркотикам его приучают гоняющиеся за сверхдоходами наркодельцы. Наркотики относятся к такому виду веществ, которые первое, что делают, уничтожают сопротивляемость организма к их употреблению. Все наркотические вещества обладают таким свойством. Вот вы такой волевой, да? Съешьте для начала вот это, раз вы такой волевой. Оно поразит вашу волю и далее вы уже остановиться не сможете. Поэтому есть люди пьющие или не пьющие. Малопьющие – большая редкость. Поскольку малопьющие чаще всего переходят в категорию просто пьющих. А пьющие весьма нередко становятся спившимися. Алкоголь – это ведь тоже наркотик. Как и никотин. Реклама зовет. Курите легкие сигареты. В чем их легкость? А в том, что их легко продать. Потому что тяжелые вы не купите, а легкие – купите. А легкие от тяжелых по своему действию почти ничем не отличаются. Что разъяснил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Третий человек у нас в России. У нас в России три главных человека. Президент, премьер и главный санитарный врач Онищенко. За рубежом, конечно, больше всего боятся Онищенко. Он определит, что в продукции вашей страны оказались тяжелые металлы. И вся ваша свинина или ваше вино в Россию не пойдут. И вы потерпите громадные убытки. Как действуют наркодельцы? Приходят в школу, дают школьникам таблеточки. Бесплатно. Попробуйте. Дали. Попробовали. А потом хотят еще. Еще дали. Опять хотят. Опять дали. А потом уже не бесплатно. И вот уже по официальным данным 30% школьников употребляют наркотики. Или, по крайней мере, их употребляли. Значит, давали-давали бесплатно. А теперь несите деньги и покупайте. А уже не покупать не может. Значит, он будет покупать у тех самых наркоторговцев. Сначала на деньги, которые мама и папа давали на конфеты и игрушки. На книги и завтраки. А потом у папы и мамы найдет, где они деньги хранят. А потом... А потом пошел на улицу спрашивать у людей, нет ли у них денег. А потом уже с ножом. А потом, через некоторое время, сам же и умрет. И все эти этапы идут друг за другом очень быстро. Долго наркоманы не живут. И деградация наркомана – тоже пример изменения. Есть тут и равенство, начавшего принимать наркотики человека с собой, и его неравенство с собой. И его в себе бытие, и его бытие для иного. Производство, продажу и потребление наркотиков мы бы назвали реальностью общества или его отрицанием. Общество – это реальность, а наркоугроза – это его отрицание. То есть это то, с чем общество борется и что борется с обществом. И общество выступает двояко – и как целое, и как свой собственный момент. Как антинаркотический момент, противоположный наркотическому моменту. Но люди без философии не могут сформулировать это правильно. Они говорят о наркореальности, и тогда общество уже предстает не как реальность, а как отрицание. То есть как уже проигравшая битву с наркоугрозой сторона. Приведенный пример однозначно показывает, что не следует путать деградацию с развитием. Но это еще не определение развития. В дальнейшем мы определим, что такое развитие. Сейчас же мы констатируем, что далеко не всякое изменение может быть названо развитием. Хотя умирание человека можно выразить как развитие его смертельной болезни. В дальнейшем мы будем выяснять, какие бывают концепции развития и разбирать их, чтобы отличать истинное научное понимание развития от ненаучного. Но перед этим давайте попытаемся в порядке повторения обозреть уже изложенный материал. В чем отличие диалектической логики от других наук? В других науках мы думаем о каких-то конкретных предметах и с помощью наших мыслей пытаемся найти истину. В диалектике же, в диалектической логике, мы предметом рассмотрения делаем сами мысли, выраженные с помощью языка. Мы думаем о мыслях, обдумываем те мысли или те категории, в которых эти мысли выражаются. И вот, чтобы закрепить понимание категории изменения, следует проследить ее связь с более простыми категориями. Потому что когда мы берем категорию в связи с другими, она не может выпасть из нашей памяти и берется такой, какая она есть. То есть не только как результат без движения к нему, но как результат взятый вместе с процессом движения к этому результату. А если категория берется одна, сама по себе изолирована, то легко забыть ее значение, и тогда будет логический провал, не позволяющий двигаться дальше. Чтобы таких провалов не было, нужно опосредствование. Нужно связывать одни категории с другими. И вот мы немного повторимся, ведь повторение – мать учения. Тем более, что это не такой простой материал, чтобы он так сразу наскучил, скорее он не сразу понятен. Мы начали с чистого бытия. Усмотрели его переход в чистое ничто и чистого ничто в бытие. Получили движение исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Становление. Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Но в становлении эта разность исчезает, а вместе с ней исчезает и становление. Становление, как беспокойное единство бытия и ничто, снимает с себя и становится спокойной простотой, наличным бытием. Наличное бытие – это результат снятия становления. Становление было беспокойным движением исчезновения бытия в ничто и ничто в бытии. Затем предстало как единство возникновения и прихождения, сняло себя и превратилось в спокойное и простое наличное бытие. Затем обнаружилось, что наличное бытие – простое только на лицо, а в нем есть становление, поскольку наличное бытие есть результат снятия становления. И поскольку в становлении есть не только бытие, но и ничто, последнее выступило как небытие. Если бы мы наличное бытие взяли и просто бы на него смотрели, то ничего бы, кроме простого и спокойного, в нем бы не обнаружили. А мы начали исследовать, применяя такой логический метод, какой по существу является историческим. Мы стали выяснять, откуда же это самое наличное бытие взялось, как оно возникло. Этим и занимаются историки. То есть, беря любой процесс, объект, они начинают выяснять, откуда он появился, каковы его исторические корни. Так что в своем логическом движении мы, по сути дела, идем, пользуясь историческим методом. И он же логический и диалектический, потому что диалектический метод – это исправленный исторический, исправленный в том смысле, что мы здесь изучаем не зигзаги и отклонения, которые всегда неизбежно случаются, а изучаем закономерный ход движения. И вот мы начали выяснять, что мы можем сказать про наличное бытие, когда мы на него смотрим. Если мы смотрим на него впервые, только начинаем его изучать, мы можем сказать только то, откуда оно произошло. Правильно? И мы записали такую формулу, что наличное бытие есть результат снятия становления, ведь разность бытия и ничто в становлении исчезает. А становление есть благодаря этой разности, значит и становление исчезает. А исчезанием, отрицанием становления, которое есть беспокойное единство бытия и ничто, является спокойная простота. И вот это спокойное и простое бытие есть результат снятия становления. А снятие мы понимаем как отрицание с удержанием, не как растаптывание того, что было до этого и превращение его в ноль, а как отрицание с удержанием. Так всякий следующий строй является отрицанием предыдущего общественного экономического строя, вбирая в себя те богатства, в том числе и духовные, которые созданы в рамках предшествующей формации. Мы пользуемся достижениями рабовладельческого строя Древней Греции. А как же? Без древнегреческой культуры и науки нельзя и мыслить себе нынешнюю науку и культуру. А достижения рабовладельческого Древнего Рима они разве сейчас не присутствуют в снятом виде? В снятом виде присутствуют. Не непосредственно. Непосредственно у нас сейчас новая буржуазная Россия. А в снятом виде в ней содержится достижение всех предшествующих формаций и даже более высокой, коммунистической, поскольку в снятом виде наличное бытие содержит в себе становление. Как правильно представлять себе цепочку категорий? Некоторые говорят «Давайте нарисуем схему». Вот чистое бытие, потом чистое ничто, потом становление, возникновение, прихождение, потом наличное бытие и что получается? Рядом категории поставлены. Но они же не рядом стоят, а одна из другой вытекает, и каждая предыдущая в последующей содержится. Поэтому, если мы берем категорию какую-то, то это что такое? Это она и вся цепочка категорий, которая к ней привела и в ней содержится. Как вообще поступает настоящий историк? Он берет современность и смотрит, что к ней привело. Если он вообще не берет современность, то он занимается тем, чего нет. А если он изучает современность, не беря ее как результат предшествующего развития, то тогда он, по сути дела, современности не знает. Как можно понять без истории современность? Никак. Это ясно уже на таких простых категориях, которые мы изучаем, казалось бы, далеких от таких конкретностей, которыми занята голова любого историка. Ибо в этих всеобщих категориях отражается всеобщее движение, и оно есть в любом исследовании, если таковое научно. А если оно не научно, то человек отказывается от поисков истины и просто мнение высказывает. Каждый выскажет свое мнение, и что вы будете делать с этими мнениями? Допустим, у меня есть мнение, что до Луны 6 километров. Вас мое мнение устраивает? Это мнение. Знания у меня нет такого. Мы обращаемся к науке, надеясь получить знание или мнение. Гегель говорил, что надо мнение возвысить до знания, а не опускать знание до мнения. Мнений много, а знание одно. Потому что знание – это истина. А истина есть соответствие понятия объекту или соответствие объекта своему понятию. Если наше понятие изучаемому объекту не соответствует, значит, истины у нас нет. Ну а если соответствует, тогда какое же тут мнение? Это уже не мнение, а знание истины. И у человека, который эту истину знает и убедился в том, что это истина, это не просто мнение, а это уже знание и еще и убеждение. Убеждение. Он не просто знает. Он убежден, что это так. И убежден не потому, что ему это в голову ни с того ни с сего втемяшилось, и он это просто бездумно повторяет, а потому, что он достиг соответствия понятия исследуемому объекту и убедился, что таковое действительно имеет место. Категория наличного бытия, демонстрируя налицо одно лишь бытие, вначале ничего не говорит нам, кроме того, что есть спокойное и простое. Возьмем для примера экзамен. Налицо это что такое? Вы приходите в красивой одежде, сидит экзаменатор, вы сдаете ему зачетку, получаете вопросы и отвечаете на них. Но на самом деле, тут выясняются знания, они же не налицо, и их выяснение это процесс. В понятии экзамена заключено не выяснение того, мимо чего прошли студенты, а выяснение того, что они усвоили. То есть экзамен это испытание. Человек прошел испытание, выдержал экзамен. Выдержал, а не просто что-то сдал тому, у кого это есть. И готовясь к экзамену, каждый должен для себя решить. Он будет держать экзамен или сдавать. Донести знания до экзаменатора и сдать их ему, будто после экзамена они уже больше не понадобятся. Или выдержать экзамен, проверить прочность своих знаний и с этими знаниями пойти в дальнейшую жизнь. И каждый предмет, который нам представляется как спокойное и простое, мы, руководствуясь диалектической методологией, должны рассматривать как результат предшествующего движения. Вот мы видим здание исторического и философского факультета в Санкт-Петербургском государственном университете. Сразу вопросы. А когда оно было построено? А кто его создавал? А зачем? Вот аудитория. Почему она наклонная? А сейчас редко, когда делают такие. Что раньше, дураки были, не могли горизонтально сделать? Или наоборот, понимали, что лучше, когда все видят преподавателя и преподаватель всех видит, и акустика хорошая? Или надо делать так аудитории, чтобы надо было кричать или устанавливать микрофон? Старые дома стоят. А если мы хотим узнать, какой дом новый, то надо узнать, какой упадет. Упал – значит новый. У нас столько новых домов упало, и не слышно, чтобы кого-нибудь за это серьезно наказали. Зимой в Петербурге война идет. В физический или социальный процесс вступают глыбы льда, падающие из домов и убивающие людей. Это просто стихийное бедствие? Или городом так управляют и распоряжаются? Кто-то вообще должен смотреть, чтобы в городе над прохожими не нависали глыбы льда. Видимо, некогда смотреть. Надо переодевать милицию в полицию и машины, на которых написана милиция, перекрашивать. Мы стремимся к истине, хотим иметь знания, а не верить просто на слово. Правда? Если речь идет о вере, то одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Это тогда совсем другая постановка вопроса. У нас наука или не наука? Наука. А есть в Петербурге христианский университет? Пожалуй. Пожалуй, там совсем другая постановка вопроса. Считается, что есть Бог, и верующие в это верят. Тех, кто раньше верил, а потом перестал, верующие называют отступниками. А тех, кто раньше не верил, а теперь на церковные праздники свечи держит, как некоторые государственные руководители, забывшие об отделении государства церкви, народ называет подсвечниками, потому что они не имеют никакого отношения к религии, а заигрывают с религией из конъюнктурных соображений. А вот прогрессивные буржуазные деятели эпохи просвещения выступали с самой острой критикой религии и церкви. Какое бы мы ни взяли наличное бытие, оно есть результат снятия становления. В содержании категории наличного бытия все предшествующие категории, и чистое бытие, и ничто, и становление, и моменты становления возникновения, и прихождения, все они в ней. И логический переход к наличному бытию связан с отрицанием беспокойного единства бытия, и ничто. Диалектически рассматриваемая категория это вся цепочка предшествующих категорий, да еще и не по отдельности взятых, а взятых в процессе движения более простой к более сложной. Вот как надо понимать содержание категории. Это относится и к каждому человеку. В каждом, как результате, присутствуют давшие ему жизнь и воспитавшие его родители. Можно сказать, что в каждом родившемся есть его родители. В нем, потому что он есть результат. В каждом человеке в снятом виде содержатся его родители, бабушки, дедушки и все предшествующие поколения. А его воспитание состоит в том, чтобы он еще и всю культуру в себя впитал, знания, которые имеет человечество к этому времени. В порядке шутки, можно сказать, что изучающие диалектику становятся подозрительными людьми. Подозрительными? Подозрение – это что такое? Вот зрение видит только то, что на поверхности, что выступает как на личное бытие. Правда? Но есть то, что скрыто от зрения, что под зрением. И вот это, что непосредственно не видно, я подозреваю. Причем я подозревать могу и хорошее, и плохое. Правда? Я вот подозреваю, что читатели этой книги освоят диалектику. Что в этом плохого? Подозреваю и даже почти уверен. Последовательные логические ступени и познания получили отражение в юридической практике и юридической науке. Бывает, что человека задерживают для выяснения личности, если у него нет с собой паспорта. По этому основанию более чем на три часа задержать гражданина нельзя. Начнут по компьютеру пробивать, спросят адрес, попросят назвать, кого еще знаете. Начнут проверять, соответствуют данные или нет. Но больше чем три часа для выяснения личности вас задержать не могут. Даже если у вас нет паспорта. Вторая ступень. Задержание по подозрению в совершении преступления. По подозрению в совершении преступления гражданина могут задержать и заключить в следственный изолятор временного содержания. СИЗО. Сколько можно там человека продержать без предъявления обвинения? По подозрению в совершении тяжкого преступления не более десяти суток. И потом у вас, я подозреваю, есть намерение скрыться по окончанию. И потом я больше вас уже никогда больше не увижу. Вот чтобы вас второй раз увидеть здесь, то я лекции могу читать у вас в СИЗО. Подозрения есть, но обвинения еще нет. Но через десять дней вам должны предъявить обвинение или отпустить. Если вы только подозреваемый, вы человек со всеми правами, а в СИЗО содержитесь временно. Но если вам предъявлено обвинение, то вы уже не подозреваемый, а обвиняемый. И если следователям выбрана мера пресечения содержания в СИЗО, то вы там будете находиться, если мера пресечения не будет изменена до снятия обвинения следствием или судом. Вы имеете право вместе со своим адвокатом знакомиться со всеми материалами дела, чтобы знать, в чем вас обвиняют. На суде вы уже будете в статусе не просто обвиняемого, а подсудимого. И может быть докажете, что следователь был неправ. Тогда вы будете не осужденным, а оправданным. Имеются случаи, когда человек находится два с половиной года в СИЗО, как обвиняемый, и еще два с половиной года, как подсудимый, когда уже идет судебный процесс. И вот закончатся пять лет, справедливость восторжествует, вас тут же в зале суда судья освободит, и прокурор от имени государства принесет вам извинения. То есть путь познания правды и справедливости может оказаться долгим и тернистым. В юридической науке и практике есть и другие интересные категории, которые характеризуют ступени познания. Например, есть следствие, а есть дознание. Следствие – это определение виновных и степени их вины по подозрению в крупных преступлениях. А если имеется подозрение в совершении более мелких преступлений, за которые закон устанавливает небольшие сроки лишения свободы, то такими уголовными делами занимаются уже не следователи, а дознаватели. Слово «дознание» с точки зрения логики допускает двойное толкование. С одной стороны, вроде еще знания нет, а дознание есть лишь подозрение или обвинение. С другой стороны, можно считать, что основные знания получены, и для передачи дела в суд кое-что еще надо дознать. Чем не диалектическая категория, но содержится в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. Сказанное подтверждает, что следует строго различать между тем, что есть на лицо, и тем, что есть в наличном бытии. Так в наличном бытии мы различили небытие, и вот это небытие сделали предметом специального рассмотрения. Например, если вы человек хороший, но у вас есть недостаток, то это ваше небытие в вас. Есть люди без недостатков? Нет таких людей. И недостатки, говорят, есть продолжение достоинств. Небытие, имеющее в наличном бытии или другими словами, небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Если теперь мы будем специально рассматривать эту определенность, то есть брать ее отдельно, изолированно от наличного бытия, то такая определенность, которая берется изолированно, сама по себе, есть качество. Так определяется в науке-логике качество. В литературе имеется много рассуждений про качество, особенно в его сравнении с количеством. При этом качество нередко противопоставляется количеству, как нечто более важное и высокое, тогда как на самом деле качество – более простая категория, чем количество, которое всегда является количеством какого-то качества. К примеру, вы настаиваете на производстве высококачественных и, соответственно, очень дорогих пальто. Но что вы скажете тем, кто не будет иметь никакого, если будет решено производить высококачественные пальто, но меньше, чем число нуждающихся хотя бы в каком-либо пальто. Некоторые говорят, не важно количество, важно качество. Если я в пальто, мне, может быть, это и не важно. А если я без пальто, то мне важно, чтобы было такое количество, при котором я тоже получу пальто. У нас, в конце концов, не экватор. Говорят, не важно, что будет мало мяса, важно, что качество будет хорошее. Если мясо будет хорошего качества, но только олигархи будут есть это мясо, нас это устроит, мы за олигархов будем, конечно, рады. Как только мы качество логически оторвали от наличного бытия, взяли изолированно от него, про это качество нельзя сказать, хорошо оно или плохо. Дальнейший процесс логического движения состоит в том, чтобы преодолеть этот отрыв. На это прямо указывает Гегель, замечая, что качество еще не отделилось от наличного бытия. Правда, оно уже и не будет никогда от него отделяться. То есть, определенность можно взять изолировано, но только условно, вопреки тому, что она от наличного бытия не изолирована. Как мы можем изолировать качество? Допустим, имеется порядочный человек. Разве можно его порядочность убрать изолированно от этого человека? Можно так сделать? Можно качество вырвать? Когда мы его логически отрываем от наличного бытия, мы отдаем себе отчет в том, что качество еще не отделилось от наличного бытия, правда, оно уже и не будет от него отделяться. Как это называется? Что мы про качество можем сказать? Что оно есть, а раз оно есть, то оно бытие. Какое бытие? Наличное, потому что нечистое же, а наличное бытие есть результат снятия становления, значит, в нем есть становление, а в становлении есть ничто. Так вот мы нашли ничто, и вот это самое ничто, наличие этого ничто в наличном бытии нас ставит в такое положение, что мы не можем ограничиться рассмотрением качества, как только безотносительно положительного. Мы должны рассмотреть его как бытие, в противоположность ничто, и как ничто, в противоположность бытию. И тогда мы получаем, что качество надо брать не просто как качество, а как реальность и отрицание. Теперь мы уже знаем не просто качество, а знаем его как реальность и отрицание. То есть надо отличать реальность и отрицание. Например, высокий, значит не низкий, это одно и то же качество, но взятое сначала как реальность, а затем как отрицание. Правящий класс, когда начинается революция, про революцию говорит, что это беспорядок, то есть представляет ее как отрицание имевшего место общественного порядка. Для революционного же класса революционный порядок есть реальность, а попытки сохранить или вернуть прежний порядок выступают как отрицание революции силами реакции. Чтобы быть объективными в оценке исторических событий, надо всегда смотреть, что здесь выражает позитивное начало бытия, а что выражает негативное. И если негативное состоит в отрицании чего-то негативного, тогда оно выступает как позитивное. Когда две различные группы одного и того же правящего буржуазного класса борются между собой, но одна опирается на реакционные силы мировой империалистической буржуазии, навязывающей всему миру свое господство, как это имеет место на Ближнем Востоке, то это не революция, поскольку общественно-экономический строй не меняется. Та группа, которая победит, совершит не революцию, а переворот, хотя и будет выступать как реальность, подавляя свое отрицание. Грубо говоря, если одни и других перестреляли, то те, кто победили, порядок установили. А те, кого перестреляли, выходит, порядок нарушали. Тем, кто навел порядок, перестреляв своих противников, осталось только закрепить и прикрыть содеянное всенародным голосованием. Проводят голосование, и всегда большинство голосует за тех, кто противников перестрелял и победил. Когда США побомбят какую-нибудь страну, они всегда очень торопятся скорее провести выборы, чтобы легализовать содеянное. Или давайте вспомним, как было организовано у нас принятие Ельцинской так называемой Конституции. Сначала танки стреляли по высшему законодательному органу страны, а потом гражданам на референдуме было предложено ответить на содержащий угрозу вопрос «Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации? У нас ведь не голосовали ни за какой проект Конституции, хотя проектов известных было несколько. Был проект Комиссии Румянцева, был тот проект, который сейчас выставляется как конституционная реальность, был проект Собчака, был проект Жириновского и был проект Свободкина. Никакие проекты на голосование просто не ставились, поэтому ни за какой проект никто и не голосовал. А что поставили на голосование? Только что стреляли из танков по Белому дому, а теперь ставится вопрос «Вы принимаете Конституцию Российской Федерации? А что такое Конституция? Это та, которая была до голосования, все остальное проекты». И никакого отношения к принятию новой Конституции вопрос о том, принимает ли Конституцию гражданин, не имеет, потому что ни один из проектов не был поставлен на голосование и ни один из проектов новой Конституции не является. Вы принимаете Конституцию? Если вы не принимаете, то вы вообще против действующего основного закона страны. А какой тогда действовал основной закон? Конституция РСФСР. Впрочем, принципиально новые законы обычно устанавливаются в ходе революций, контрреволюций, войн или других насильственных действий. Буржуазные законы во Франции появились когда? Когда революционная буржуазия, среди которой были такие уважаемые люди, как Марат и Робеспьер, отрубили с помощью гильотины много голов. По закону рубили или без закона? Разве был закон рубить головы? А какая была законность до этого? Феодальная, которая защищала феодальную знать. Как наша буржуазия к этому насильственному попранию феодальных законов относится? Положительно, потому что демократы. У нас сейчас демократическое общество, демократическое, так что если вы в Петербурге пройдете по улице Марата, погуляете по набережной Робеспьера, вы лучше поймете, важно различать реальность и отрицание, или не важно, важно ли знать, что является реальностью, а что отрицание. Без этого не определить, какой политический деятель в истории был положительным героем, а какой отрицательным. Вот сколько спорят, скажем, по фигуре Сталина. Как определить, каким он был политическим деятелем, положительным или отрицательным? На сегодняшний день, после десятилетий попыток, начиная с хрущевских времен, представить Сталина отрицательной политической фигуры, в общественном мнении, которое мы, конечно, не отождествляем сознанием, возобладала точка зрения, что Сталин в целом позитивная фигура в истории России. Чтобы не остаться на уровне мнения, хотя бы и правильного, нужно рассматривать тот класс, выразителем интересов, которого и вождем был Сталин. А Сталин не только у гроба Ленина поклялся осуществлять диктатуру рабочего класса, но и оставался верен этой клятве, доказывая это на деле. Но ведь у рабочего класса были недостатки. Было в нем отрицание или он был сугубо положительным, без отрицательного. Маяковский писал, например, «Класс он тоже выпить не дурак». Рабочий класс, будучи в целом революционным классом, имеет в себе отрицание, например, мелкобуржуазность в рядах рабочего класса была, которая выражалась в стремлениях дать обществу поменьше и похуже, а взять побольше и получше. Разве не было таких явлений со стороны рабочих? Или рабочие только брали зимний и активно участвовали в гражданской войне и строительстве коммунистического общества? В целом, рабочий класс прогрессивный, революционный, с его движением связано улучшение положения всех трудящихся, но в нем есть и его отрицание, и об этом не следует забывать. Берем теперь авангард рабочего класса, коммунистическую партию. Это не значит, что авангард рабочего класса состоит только из рабочих. Авангард класса состоит из тех, кто Ленин разъяснял, что сам рабочий класс в силу своего положения не может выработать пролетарскую идеологию, он занят материально-производительным трудом, и только отдельные выдающиеся рабочие могут дойти до диалектического и исторического материализма самостоятельно, как дошел до диалектического материализма кожевенник Иосиф Дицген. Поэтому в партии есть выходцы из других классов. Известно, например, что Энгельс фабрикант, Маркс буржуазный интеллигент, Ленин дворянин с 16 лет. Но в авангарде рабочего класса были и не столь последовательные выразители и проводники интересов рабочего класса. И вот когда мы берем авангард класса, разве в этом авангарде все только позитивно и нет отрицательных явлений? В каждом отдельном человеке есть. А если они вместе образуют авангард, то уже и нет? Вы верите в это? Но мы на вере не стоим. Мы знаем, что в каждом налицо или в целом позитивном есть негативное. Вот говорили, что партия это ум, честь и совесть нашей эпохи. Это верно было по отношению к большевистской партии. Но означает ли это, что бессовестности и глупости у тех или иных членов партии вовсе не было? Ленин в одном из писем замечал, что не только кадеты и эсеры, но и немалый процент большевиков не умеет думать, а только заучивает и повторяет слова. Идем дальше. Берем высший орган партии съезд. На съезд посылают худших или лучших? Лучших старались, по крайней мере посылать. Так если собрались лучшие из партии, разве у них кроме правильных нет негативных неправильных позиций? Есть. Тогда берем один из результатов работы съезда. Съезд избирает Центральный Комитет. Центральный Комитет это выражение революционности рабочего класса, прогрессивной воли его как самого передового. Но давайте вспомним одно из последних писем Ленина к съезду большевистской партии, в котором он разбирает и оценивает качество членов ЦК. Для Троцкого характерен небольшевизм. Пятаков страдает административным отношением к делу. Бухарин вроде бы любимец партии, считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики, поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Сталин негативных политических и идеологических оценок не получил, но слишком груб. Так что и Центральный Комитет большевистской партии содержит в себе свое отрицание. И вот мы берем наконец генерального секретаря. Кстати, наименование должности генеральный секретарь тогда не с большой буквы писалось. Если человек большой, его должность обычно пишется с маленькой буквы. Если обычный, его должность пишется с большой. Сталин был генеральным секретарем, а Брежнев генеральным. И вот мы берем теперь генерального секретаря ЦК ВКПБ товарища Сталина. У ЦК значит, который в съезд отобрал лучших из лучших, есть и отрицательные качества. А у его генерального секретаря Сталина отрицательных черт нет, а в целом как ЦК, так и его генеральный секретарь, являлись выразителями и проводниками интересов и воли рабочего класса. Ясное дело, что кому не нравится рабочий класс и его руководящая роль, диктатура пролетариата, тому и Сталин не нравится. Ему не нравится рабочий класс, партия рабочего класса, соответственно, и съезд, и ЦК этой партии, и, естественно, генеральный секретарь. Это вполне логично. А если кто стоит на позиции рабочего класса, или, по крайней мере, признает всемирно-историческую прогрессивную роль рабочего класса, тогда он должен признать и прогрессивную роль Сталина. Означает ли сказанное, что мы не можем указать на минусы в деятельности Сталина? Вовсе не означает. Можно указать даже на теоретические минусы. Вот, скажем, у Маркса и Ленина всегда говорилось, что коммунистическое производство, в том числе и на первой стадии его развития, это производство не товарное, а непосредственно общественное. Как разъяснял Ленин в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям, даже в переходный от капитализма к коммунизму период, государственный продукт, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле, во всяком случае не только товар, уже не товар, перестает быть товаром. В замечаниях на книгу Бухарина «Экономика переходного периода» В.И. Ленин писал, что недостаточно указать, что при социализме производится не товар, а продукт. Надо добавить, что при социализме это продукт, идущий в потребление не через рынок. Сталин правильно написал в работе «Экономические проблемы социализма в СССР», что средства производства при социализме не товары, а вот предметы потребления почему-то записал в товары. Эта двойственная непоследовательная позиция Сталина выразилась и в том, что закон стоимости он объявил законом социализма. А закон стоимости, согласно Марксу и Энгерсу, это основной закон товарного хозяйства, а следовательно и его высшей формы капитализма. И разве может основной закон капитализма быть законом социализма? Так что корни реакционного губительного для социализма движения на рынок можно, к сожалению, найти в некоторых отступлениях от в целом выдержанной марксист-каленинской позиции и у Сталина. И какой в итоге мы получаем вывод? Мы получаем вывод, что Сталин в целом объективно-позитивная прогрессивная фигура. Субъективно же он позитивная фигура для тех, для кого позитивными является социалистическая революция, ее движущая сила, рабочий класс, уничтожение частной собственности, построение социализма и развитие его в полный коммунизм. Для реакционеров же и врагов социализма Сталин отрицательная фигура, понятное дело, а как же еще? Если я против диктатуры рабочего класса, неужели я буду выступать за того, кто ее осуществлял? Таким образом, мы приходим к выводу, что антисталинизм это одна из форм антикоммунизма. Диктатура пролетариата свобода для тех, кто стоит на позициях рабочего класса, а если кто стоит на противоположных позициях, какая же ему свобода? Это не свобода, это ужас и кошмар. В вопросе о том, что является свободой, мы также должны стоять на научных позициях. Свобода это господство над обстоятельствами, сознанием дела, а когда над нами обстоятельства господствуют, это не свобода. А некоторые думают, что свобода сводится к возможности выбора, дескать, если я могу выбрать, выпрыгнуть мне в окно или повеситься, это уже свобода. Но не надо путать свободу и произвол. Если вам сделали стипендию 1100 рублей, то вы можете произвольно выбирать, как вам прожить на 1100 рублей, если прожиточный минимум 6900 рублей, но свободой тут и не пахнет. Выраженное философскими категориями всеобщее мы должны видеть во всяком конкретном, в единичном и особенном. Все исторические явления имеют какую-то особую форму в разных странах, в разные времена, при разных политических личностях. Все совершается по-разному, но с другой стороны, все имеет нечто всеобщее, выраженное с помощью всеобщих категорий, всеобщих законов природы, общества и мышления. Так, любое наличное бытие есть спокойное и простое, но в нем есть небытие, которое есть его определенность, качество и качество выступает как реальность и отрицание. Рассмотрим реальность и отрицание. Что мы можем сказать про реальность? Что она есть? А раз она есть, то что она есть? Бытие. Только что она была качеством, то есть определенностью, а выяснилось, что она бытие, то есть что состоялось ее логическое превращение в бытие. Мы рассматривали качество, то есть определенность саму по себе, тем самым мы ее оторвали от наличного бытия. А выяснилось, что она есть бытие. А какое бытие? Наличное. Значит, неотделимо оказалась эта реальность от наличного бытия. А раз качество есть наличное бытие, то что в нем есть? Становление. В становлении же, кроме бытия, есть ничто. Значит, в реальности есть отрицание. А про отрицание? А про отрицание, как только мы его сделаем предметом рассмотрения, мы вынуждены сказать, что оно есть. А раз есть, то значит оно бытие. И, следовательно, отрицание есть реальность. И что мы получаем? Мы вначале развели реальность и отрицание, как не тождественные одно другому, а получилось, что они одно и то же. Это значит, что их различие снято. Что значит снято? Снятие – это отрицание с удержанием. То есть, различие удерживается в этом отрицании, но оно снято, и налицо отсутствие различия. Давайте теперь соберем урожай. У нас были по отдельности – наличное бытие и качество, которое выступило как реальность и как отрицание. Теперь выяснилось, что реальность есть наличное бытие и отрицание есть наличное бытие, и различие между ними снято. И одновременно снято различия между качеством и наличным бытием, поскольку качество оказалось наличным бытием. Все эти различия сняты. И вот такое наличное бытие, от которого определенность неотделима, поскольку реальность и отрицание неотделимы друг от друга и от наличного бытия, такое наличное бытие – это определенное наличное бытие. Не отдельно определенность и отдельно наличное бытие, а определенное наличное бытие. Если брать пример с таким качеством человека как ум, то теперь уже берется ум не отдельно от человека и не человек отдельно от ума, а человек как определенное наличное бытие, то есть как умный человек. Теперь мы имеем «определенное наличное бытие». Эта категория называется еще «налично сущее». Гегель подобрал очень удачное выражение «налично сущее». Почему «удачное»? Потому что оно выражает одновременно и «определенность», и «наличное бытие». «Налично сущее» на какой вопрос отвечает? На два. Во-первых, на вопрос «это что?» – налично сущее. Во-вторых, на вопрос «какое?» Налично сущее. Таким образом, имеет укороченное название определенного наличного бытия. Налично сущее. Есть и еще более короткое название. Почему при прочих равных желательно иметь и более короткое название? Прежде всего для того, чтобы легче усвоить. Зачем обязательно длинное выражение в голове держать, если можно данную категорию удержать в кратком выражении? В самом кратком выражении определенное наличное бытие или налично сущее называется «нечто». Частица «не» пишется вместе с «что». «Нечто» – это позитивная категория, позитивная, и при этом впереди стоит «не». Мы считаем ее позитивной категорией, хотя написано «не». На примере этой категории особенно ярко видно, что человеческая мысль привыкла оперировать с категориями, в которых, хотя и имеется отрицание, наличие этого отрицания отнюдь не делает весь предмет отрицательным. Точно так же, как наличие у человека недостатка отнюдь не делает его плохим человеком. Но если в человеке вверх возьмут его недостатки, то это уже не будут недостатки. Они будут, наоборот, в целом характеризовать человека как отрицательного, а для него отрицательными будут какие-либо положительные качества, которые будут выступать как его недостаток. Если чего-то не хватает подлецу, для того, чтобы считаться законченным подлецом, так это устранение тех положительных качеств, которые у него еще остались. Так, страница 170.